что мы начали в прошлый раз заниматься довольно объемной темой. Изображение истории в книге Хроник и то обстоятельство, что в отличие от книги царей, книга Хроник практически не строит свое историческое повествование в форме синхронной истории, когда рядом рассказывается о царстве Иудея и о царстве Израиля, о южном и северном царстве. Мы говорили в прошлый раз об отношении автора книги Хроник к Северному царству, его убеждения в том, что это царство возникло в грехе и фактически не имело права на существование. Разобрали несколько текстов, которые таким образом были переделаны в втором книге Хроник, чтобы подчеркнуть эту идею, в частности война индейского царя Ави с израильтянами. И мы продолжим эту тему таким образом, чтобы этот тезис обрел более конкретные очертания. И я разделил, собственно говоря, по царям нашу сегодняшнюю беседу. То есть мы будем идти в каком смысле хронологически, выбирая определенные кусочки из книги Хроник, в которых наиболее четко заявлен контраст между южным и северным царством, между отношением к южному и северному царству. И мы начнем с истории сына иудейского царя Асы Йошафата. О нем будет и в других лекциях тоже разговор. Итак, Йошафат царь иудей, параллельно ему Ахазия, Йоран, царь Израиля. Мы начнем традиционное сочтение нескольких кусочков книги царей. В первом кусочке, как вы видите, это самый конец первой книги царей, говорится о том, что Йошафат приходит к царю Израиля на помощь в его войне с Арамом. Более того, когда царь Израиля спрашивает у Еошафата, готов ли он с ним вместе воевать, тот говорит, как ты, так я, так твой народ, так и мой народ, так твои кони, так и мои кони. Не очень понятно, кто именно этот царь Израиля. Если исходить из текста книги Хроник, то это Ахам из геностии Омри. Это не до конца очевидно, исходя из текста книги царей, но это сейчас не столь принципиально. Теперь дальше говорится, что Йошафат был праведным царем, никогда следовал во всем пути аса отца своего, не отступая от него и поступая правильно. И так далее. И дальше такое, казалось бы, совершенно нейтральное замечание, или нейтральное историческое справка, что он сделал корабли торшистские, чтобы идти в Афир за золотом, но не ходил, потому что разбиты были корабли в Этион-Гедере, то есть в южной оконечности Иудеи. И когда сказал Ахазия, это сына Хава, здесь уже четко заявлено, Йошафату, пусть идут на кораблях мои рабы с твоими рабами, но Йошафат не захотел этого. На этом, собственно говоря, завершается история Йошафата книги царей. И перед тем, как перейти к книге хроник, мы еще посмотрим и кусочек по поводу некой войны, которую вели совместно царь Иудеи и царь Израиля. Вы можете легко увидеть, что хронология здесь книги царей не очень соблюдается. Это вообще довольно частое явление. Уже после того, что нам сообщили о смерти Йошафата, нам снова рассказывают историю, в которой он был непосредственно участником. И речь идет уже о Йораме, сыне царя Ахава. И здесь, в частности, говорится почти то же самое, что мы видели и в предыдущем тексте. Царь Израиля говорит царю Иудеи, то есть Йошафату, царь Моавитский восстал против меня, пойдешь ли со мной на войну против Маавы? И сказал он, пойду, как ты, как и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. Значит, как мы видим, здесь, по крайней мере, в этих текстах описывается довольно теплое отношение, изображается теплое отношение между Израилем и Иудеем. Это было так не всегда. Но, скажем так, во времена начала правления династии Умри-Ахава и во времена Йошафата эти отношения вроде бы сохранялись. Теперь нас еще интересует один маленький кусочек, перед тем, как мы придем к книге Хроник. Йошафат спрашивает, нет ли пророка Господня, чтобы нам попросить Господа через него, будет ли удачная война. И отвечал один из рабов царя Израильского и сказал, здесь Ильиша, сын Шафата, который лил воду на руки Ильяу, то есть был помощником пророка, учеником пророка Ильяу. Илья Шафата хочет получить от него орату. И здесь важная реакция. И сказал Ильиша царю Израильскому, кто общего у меня с тобой, вступай к пророкам отца твоего и пророкам матери твоей, то есть имеется в виду Баал, и, так сказать, поскольку Ахав и его жена Изевель поклонялись, согласно рассказу книги царей Баалу, но сказал ему царь Израильский, нет, не говори так, потому что Господь созвал этих трех царей, чтобы придать их в руку Муава. И тогда Ильиша говорит следующие слова, довольно знаменательные. Это отжив Господь, перед которым я стою, что если бы я не почитал Иоашафата, царя иудейского, то и не посмотрел бы на тебя, и не взглянул бы на тебя. То есть, если мы подытожим, мы можем увидеть следующее. Нет сомнения в том, что приоритет авторам книги царя дается царству Иудея. Более того, как мы видим, пророк Ильиша только потому и готов дать араку, что союз с царем Израиль вступил царь иудей, праведный Иоашафат, иначе бы он этого делать не готов. В то же самое время, мы нигде не видим, какой бы то ни было попытки осуждения того союза, который Иоашафат заключает в царе Мизраиль. Теперь мы перейдем к книге Хроник и посмотрим, как на это смотрит автор книги Хроник. Он рассказывает сначала о том, как Иоашафат подцарился, тоже о том, каким праведным царем он был. А затем повествует о том, что Иоашафат породнился с Ахавом. Дело в том, и об этом будет рассказано дальше, что действительно дочь, судя по всему, исходя из книги царей, дочь Ахава Аталья вышла замуж за сына Иоашафата и, соответственно, его внук был одновременно внуком из Девеля. И мы пока отметим это обстоятельство, еще в свое время к нему вернемся. И пошел он спустя несколько лет к Ахаву в Шомрон. И заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, для людей, бывших с ним, подскрекал его идти на работу Геля. Прежде всего, заметим сами формулировки. Во-первых, здесь подчеркивается, какой подсчет Ахав оказывает Иоашафату. Это ни о чем таком не говорилось в книге царей. В книге царей и царь Израиля, и царь Иудеи выступали фактически на равных. Здесь, как мы видим, Ахав специально встречает Иоашафата, закалывает для него мелкий пудный скот. А кроме того, идея идти войной на Арам показывается здесь, как подстрекательство. То есть с самого начала нас настраивают против идеи союза между царем Израилем и царем Иудеи. Сказал Ахав царь Израиля, Иоашафату царю Иудеи. Пойдешь ли со мной в Рамот Геля, ты сказал, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иди, иду с тобой на войну. Так это начинается. Теперь мы посмотрим, как это дальше разворачивается. И вдруг начинается как бы новшество автора книги Хроник. Иоашафат возвращается после этой войны в Иерусалим. И навстречу ему выступает некий пророк Иу, сын Ханани, Роэ, возоблилит, и говорит старю Иоашафату, «Зачем помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? Вот за это падет на тебя гнев от лица Господня. Но и добрые дела числятся за тобой, благо ты истребил Аширы на этой земле и расположил свой сердце, дабы взыскать Бога». Иными словами, заключение союза Иоашафата, царем Израиля, воспринимается здесь как грех, сам по себе как грех. Ибо царь Израиль нечестивец и ненавидящий Господа. Самой по себе этой формулировкой автор книги «Царей», возможно, тоже бы согласился с тем, что царь Израиль нечестивец, и это говорит пророк Илеша. Однако он не считает, что сама по себе идея помощи, которую царь Иудеев оказывает царю Израиля, в конце концов, речь идет о родственных народах, о коленах одного и того же народа. Не видится автору книги «Царей» «Идея абсурдна». Автор книги «Хроник» с этим книгами «Царей» уже не готов. Теперь дальше. Дальше рассказывается о том, как Йошафак, и мы видели это и в книге «Царей», собрался отправить корабли, фашистские корабли во спец. И у него это не получилось, мы видим, у него разбились корабли. Теперь как эта ситуация описывается в книге «Хроника». Затем Йошафак, царь Иудеев, связался с Ахазией, царем Израиля, который действовал беззаконно и объединился с ним, чтобы построить корабли для отправки подшишек. И построили они корабли в «Циан-Гэгоре». И предсказал Илесар, сын Дадавау из Морейши, то есть еще один предсказатель, а предсказатель книги «Хроник» мы будем говорить отдельно. Сейчас я отреагирую на вопрос. Говорят, так как ты объединился с Ахазияу, то разрушит Господь дело твое. И разбились корабли и не смотрели этих торшиш. Где находится этот торшиш, непонятно точно. Это одно из мнений, что это в районе сегодняшней Испании. Но есть и другие предположения, кто-то пытается найти место его в Малой Азии, а кто-то даже и в Африке. Но так или иначе, для нас сейчас более существенным является тот факт, как автор книги «Хроник» переделывает это сообщение. Я еще раз вам покажу сейчас то, что было написано в книге «Царей». Ильи «Царей». Одним секундам. Иошафат сделал корабли торшишские, чтобы идти в Афир за золотом, но не ходил, потому что разбиты были корабли в Цернгеллере. Тогда сказал Ахазияу Сынахава Иошафату, пусть идут на кораблях мои рабыства и мировами. Иошафат не захотел этого. Заметьте, что автор книги «Хроник» все переворачивает. Да, я могу говорить и буду говорить. Спасибо, Рифа. Итак, я читаю выделенные сейчас стихи из книги «Царей» в 49-й. Согласно книге «Царей», Иошафат отказался от совместного предприятия с Ахазией, сыном Ахава. Корабли у него, тем не менее, были разбиты. Согласно книге «Хроник», как мы видим, согласно книге «Хроник», он как раз объединился с Ахазией и из-за этого и разбились корабли. Теперь мы видим здесь некоторую реставрацию. Это вторая книга «Хроник», 20 глава стихи 35-36-37. Мы видим здесь очевидную реставрацию этого исторического сообщения. А, помимо прочего, эта реставрация связана со следующей нашей темой, с темой воздаяния книги «Хроник», поскольку некоторым мотором книги «Хроник» является представлением о том, что никакая беда и никакая авария не может случиться без того, чтобы ей предшествовал определенный грех. Поэтому тот факт, что корабли Иошапата разбились, есть следствие его греха. В чем заключается грех? Как раз таки в том, о чем автор книги «Хроник» не рассказал, и более того, считал, что этого не произошло, именно в том, что Иошапат связался с Ахазией и Тарем Израиля. То есть мы видим последовательную дискредитацию, во-первых, израильского царства, израильских царей, а во-вторых, утверждение, что если исключались какие-то беды с царями Иудеи, то вследствие их попытки заключать союзы с царями Израиля. Теперь мы движемся дальше. Иорам и Ахазия цари Иудеи, Иорам царь Израиля, как я и говорил, сын и внук Иошапата и Иорам сына Хава. Переходим снова в книгу царей. Нам рассказывается, что согласно книге царей, Иорам, сын Иошапата, они носят практически одно и то же имя, и царь Израиля, и царь Иудеи. Это неудивительно, поскольку аномастика часто была общей. И вот этот, как вы видите, даже здесь переводчик соответствующее примечание внесло, батарея носили одно имя. И этот Иорам был человеком, был плохим царем согласно книге царей. Он следовал пути царей Израильских, как поступал в дом Ахава, потому что дочь Ахава была его женой. Тут мы вспоминаем о том, что говорилось в книге хроник, что Иошапат поразнился с домом Ахава. И это было практически объяснением того, что мы видим здесь в книге царей. Дочь Ахава была женой Иорама и делал он то, что дурного чак Господня. Рассказывается о том, что во времена правления Иорама происходили всякие бунты со стороны подвластных иудеев народов, в частности со стороны Идома. И затем рассказывается, что к власти приходит Ахазия, сын Йорама, то есть внук Йошапата, который опять-таки обвиняется в книге царей во всевозможных грехах. Он следовал пути до Махава в 27 стих, делал то, что дурного чак Господня, потому что был враспес до Махава. Иными словами, я хочу подчеркнуть, чтобы нам было понятно, что книгу хроник и книги царей не разделяет какая-то необходимая везда. И с точки зрения автор книги царей сам факт того, что иудейские цари породнились в династии Ахава приводит к греху. Но при этом важно подчеркнуть, что для него проблема заключается не столько даже в факте объединения иудеев с Израилем, сколько в том факте, что цари династии Ахава в Израиле были грешниками. И последний еще кусочек перед тем, как мы перейдем к книге царей, рассказывается нам о том, что царь Израиля Израиля Иорам и царь Иудей Ахазия объединяются вместе для того, точнее, Ахазия приходит к Иораму его навестить во время болезни. А в этот самый период происходит бунт в Израиле. И военачальник Иугу, основоположник будущей царской династии, совершает государственный переворот и уничтожает династию Умри-Ахау в частности предает казнь Иорама царя Израильского. Так здесь это и написано в 24 стихе Айю натянул лук рукой своей и поразил Иорама между плечевой и вышла стрела из сердца и упала на колени колесницы своей. Ахазия, царь Иудей, который навещал Иорама, пытался бежать, но его догнали и убили. После чего его привозят в Руссалине и Сароне. Значит, только не у Ассирии Ахаб выиграл битву. Он выиграл битву того, что называется в русских переводах Сирии или Арама. Значит, это не замалчивается. Это не замалчивается. Эта история приводится в книге Хроник. Приводится она в связи с тем, что в этой войне опять-таки участвовал Ио Шапас. И поскольку отличий между описаниями этой войны книги Царей и книги Хроник фактически нет, то я этот кусок текста и не привел. Я намеренно привожу те тексты, в которых мы видим четкое отличие между книгой Хроник и книгой Царей. Но это не замалчивается. Точнее, повторяю, с точки зрения автора книги Хроник рассказывается о победе Ио Шапаса. Теперь далее. Начинается книга Хроник. Умирает Ио Шапас. В власти приходит сын Ио Шапаса Иоарам. Он вступает на царство своего отца и дальше нам рассказывает прозитную историю. Иоарам и укрепился и умертел всех братьев своих кинчом, а также некоторых из князей израильских. 32 лет был Иоарам, когда он стал царем, и 8 лет он царствовал в Иерусалиме, и шел он путем царей Израиля, как действовал дом Акавы, ибо дочь Акава была его женой, делал взговор Чак Господний. Теперь, ничего подобного в книге царей мы о Иоараме не читали. Все, что мы о нем читали, это, что он действительно следовал путям царей Израиля, что само по себе довольно болезненно для авторов книги Холли представить иудейского царя как грешника, но он тут еще больше звучит красно, он хочет показать, что это не просто некоторые отклонения, а что здесь есть у нас что называется в семье не без урода, такая черная овца, который поступает, идет путями известного персонажа из книги Судьи, сейчас мы это увидим. сын Гидона, праведного судья Дюмелек, который для того, чтобы воцариться, уничтожает всех своих братьев и таким образом узоркирует власть. То есть автор книги Хроник инклиминирует Иораму, сыну Иошафата, такой же точно грех. Очевидно, что в его представлении Иошафат это своего рода второй Гидон, а Иорам это второй Авимелек. Я прочту этот точек текста и пошел Авимелек сын Иоруба или Гидона к шхем братьям матери своей и сказал им тянуть иметь у дома отца матери своей и говорят говорите вслух всех жителей и шхема что лучше для вас власть и над вами 70 человек всех сынов Иорубала или власть над вами одного человека и вспомните что я кость ваша и кость ваша и так далее и так далее и в результате как тут говорится и пришел он в дом отца своего вопу и уйдил братья своих сынов Иорубала 70 человек на одном камне. Таким образом мы можем что называется засвидетельствовать некоторую Медрашинскую тактику автора книги Хроник который создает сознательную аналогию между тем что он описывает известным антигероем из книги Судей превращая таким образом ее рама в нечто подобное обемелоку то есть дискредитируя его власть. Теперь дальше здесь мы должны отметить следующую проблему которая стояла перед автором книге Хроник Хроник как мы видели почти не рассказывает историю Северного Царства но есть некий персонаж в этой истории про которого он не может забыть и роль которого он не может замолчать это пророк один из пророков который играет столь важную роль в эпоху второго храма что становится предтечей мессии машехом о ком я веду речь может кто-то сразу же отреагирует и скажет что это за пророк чье появление должно предшествовать приходу машехом мессии ответов пока нет совершенно точно Александр пророк или я или или который упоминается в частности в книге последнего из пророков Малакхи в этом свете а дальнейшая уже вне библейская традиция действительно занимается им очень сфокусировано мы знаем что сложилось в результате традиции согласно которой в Песах ожидают прихода или я он был взят живым на небо в огненной колеснице он был фигурой крайне важной и доминантной не столько разумеется и в эпоху первого храма автор книги царей посвящает ему много много страниц и рассказов но в эпоху второго храма и далее он становится еще более повторяет доминантные фигуры причем последствия не только у евреев но и у христиан что же делать автор книги хроник который уклоняется от истории северного царства и вот он придумывает в существенности говоря чрезвычайно элегантный выход из положения или как говорил мой учитель Яир Затович для этого существует почта и вот я читаю вам сейчас здесь перед вами стихи 11-12 и он Юрам устраивал высоты в горах иудейских и возвращал жителей Иерусалима и оттолкнул иудеев и кстати говоря подчеркнул что с точки зрения автора книги хроник именно из-за этого начались бунты против него и дом отложился от иуды до сего дня и пришло к нему письмо от Илья у пророка гласившего так сказал Господь Бог Давида отца твоего за то что ты не пошел путями Иерушапата отца твоего и путями акции царя иудейского а пошел путем царя Израиля и развращал иудеи и жителей Иерусалима как развращал дом Ахавр еще и братья твои дом отца твоего который лучше тебя ты умер вот за это Господь поразит великим мором гибелью народ твой и славей твоих жен твоих и своему имущества и тебя же многими хворями болезни у всех внутренностей твоих так что будут выпадать твои внутренности от болезни незакон день и возбудил Господь против Иерама дух милистемлян и оравитян с обведением ушитяна и они пошли на иудея и прорвались и захватили все имущество находившееся в доме царя так же сыновей его и жены и не осталось у него сына кроме Йохаза младшего и сыновей его а после всего этого поразил Господь внутренности его болезни незначимы и так далее то есть помимо того факта который я повторяю мы еще будем отмечать что в концепции истории автор книги Хроник центральное место имеет представление о прямом воздаянии и Орам был наказан за свои грехи автор книги Хроник находит совершенно явную мидрашистскую возможность ставить свое повествование пророка Ильяу каким бы ни был реальный и истинный пророк Ильяу я думаю он был бы крайне удивлен если бы прочел эти строки и узнал бы что ему приписывается отправка письма никому-нибудь о царю Иудеи согласно по крайней мере книге царей пророку Ильяу хватало дел своем собственном на территории своего собственного тарса на территории Израиля и приходилось конфликтовать с царями Израиля про царей Иудеи там естественно не говорится ни слова теперь рассказывается все та же история о том как Иул поднял бунт против царя Израиля впрочем эта история рассказывается скорее в связи с образом царя Иудеи Ахазии Итак Ахазия тут как бы в книге хроники есть один раз ошибка и вместо Ахазии появляется имя Азария в том скрите это Ахазия он приходит навещать Феорама сына Ахава в Израиль так как тот был голен и вот посмотрите что пишет автор книги хроник и от Бога было на погибель Ахазии что он пришел к Феораму и по приходе своем пошел Феорам против Иул сына Немши которого помазал Господь чтобы исследовать дом Ахава как бы в скобках автор книги хроник легнул дом Ахава и сказал что Бог сам привел к уничтожению этой демокции но что для нас еще более существенно он пытается объяснить почему погиб царь Иудея в этом конферте который как бы попал туда в сущности говоря случайно автор книги Кореи не пытается это объяснять так сложилось так получилось Ахазия пришел проведать своего собрата царского собрата и пал жертвы для автора книги хроник случайности не существует в истории никогда он пришел к Иораму он попытался соединиться с царем Израиля это был именно погибель и поэтому то он и пал значит мы переходим к следующему образу Амасия царь Иудея Амасия это уже через несколько поколений вперед это уже значит Аталия Поскольку тот рассказ, который здесь приводится, вообще отсутствует в книге царей. У него нет никакого аналога. Но рассказ-то очень существенный для нашей темы, поэтому я его и привожу. Давайте его вместе прочтем. Это тогда 25-я глава 2-й книги. «И собрала масса иудеев и поставила по семействам под власть начальников тысяч, начальников сотен. Всех иудеев, и Талена Бегемина, и пересчитала как 20 лет и выше, оказалась в 300 тысяч отборных воинов, идущих в армию, держащих попрещен. И нанял он из израильтян, то есть из воинов Северного Царства, что 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов передать. Но человек Божий пришел к нему и сказал, царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами и правильными. Но если ты пойдешь один, и если ты мужественно на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, потому что есть сила у Бога помочь и без израильтян, и повергнуть с израильтянами». «И сказал амация человеку Божьему, что делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому, и сказал человек Божий, может Господь дать тебе более сил?» И отделил их амация, то есть отделил этих наемных воинов, войска пришедших от него из земли и правил, чтобы они были на свое место. И благодарился днепот на Иудею, они вернулись на свое место, были одни. Повторяю, нет аналога у этого текста в книге царей. Что этот текст в сущности нам говорит? Что не только царям и людей нельзя приходить на помощь, царям Израиля, но и пользоваться их услугами для обеспечения своих побед им тоже нельзя. Ибо, и это, как бы, с одной стороны, общая идея, это она, и уже, во всяком случае, излюбленная идея автор книги «Кроник», как мы увидим в дальнейшем, не силую побеждаю в войне, а поддержкой Бога. Поэтому не нужны все эти наемные воины из Израиля для того, чтобы одержать победу. И действительно, дальше рассказывается о том, как царь Амация одержал победу над Идомом. Тем самым Идомом, который в свое время отпал от Израиля во времена Иорама, сына Иошапата. Итак, если мы подведем некоторый итог тому, что мы сказали, значит, мы можем сказать, что в повествованиях автора книги «Кроник» проводится последовательная дискведитация Северного Царства с одной стороны и тезис о том, что нет никаких оправданий попыткам заключать союз временный или постоянный между царями Иудеи и царями Израиля. Перефразируя Тору, иудеи народ отделенный, иудеи народ отделенный не могут соединяться с грешниками с Израилем. Теперь мы подходим здесь к последнему сюжету из этой конкретной темы. Как бы некоторое, что называется, закрытое соединение концов. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что когда образовалось Северное Царство, то есть царь Яробам, сын Ибата, основатель этого царства, построил в Бейт-Эле святилище и жертвенник. И попытался принести там жертву, пришел тогда пророк из Иудеи и сказал, что этот жертвенник не устоит, а в свое время появится человек, которого будут звать Йошияу, царь Йошияу, и этот Йошияу, сын Амона, сожжет на этом месте кости жрецов, которых ставил Йорова. Книги царей, как я говорил, это довольно редкое в каком смысле пророчество, потому что обычно имена в таких ситуациях не называются, и сохраняется как бы некоторая степень инкогнито, но здесь автору книги царей было важно действительно создать это ощущение закрытого круга. История заканчивается как раз этим. Потом царь Йошияу, праведный царь согласно книге царей, проводит после того, что находит в храме книгу Тора и читает ее, проводит всеобъемлющую религиозную реформу. И в частности, Ашира это, короче говоря, ханаанская богиня плодородия. Она в чем-то соответствует месопотамской остатке. Итак, Йошияу заходит и в Бейтель, он, как мы говорили, аннексирует территорию Северного Царства, поскольку Асирия пала в это время фактически. И вот что он нам рассказывает, я читаю, выделенные стихи, 16 стихи, обернулся Йошияу и увидел могилы, которые там на горе. И послал он взять кости из могилы, сжег на жертвенника и осквертнил его по слову Господню, который изрек человек Божий, предсказавший все эти события. И сказал Йошияу, что это за памятник, который я вижу? И сказали у жителей города, это могила человека Божия, что приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты совершил над жертвенником в Бейтеле. То есть, исполняется пророчество. Исполняется пророчество. Но теперь для автор книги Кроник нет этого пророчества, потому что он о нем не рассказывает. Он не рассказывает историю фактически начала Северного Царства и вот эта ситуация конфликта между Яровамом, Сеноминоватым и Человеком Божиим в Бейтеле. И поэтому он вынужден фактически отпустить этот эффектный кусок. Вот как он это описывает. Восьмой год царствования, будучи еще отроком, он, то есть Йошияу, начал обращаться к помощи бога Давида Аксасову, а в 12-й год начал очищать Иудеи и Иерусалим от высот и Ашер и от истуканок и от литых кумиров. И разрушили перед ним жертвенники Балов и так далее. И Костя Жисов сжег их на жертвенниках. И очистил Иудеи и Иерусалим. И в городах мы наши чистила. И Прайма и Шимона до колена на столе в разрушенном кругом поселении. Разбил жертвенники Ашеры и истуканок раскрошил. И все статуи Солнца срубил по всей земле Израиль и возвратился в Иерусалим. Иными словами, нет ни слова об этом, несмотря на то, что и для авторов книги Хроник Йошияу один из любимых героев. Хотя, и мы это увидим в дальнейшем, не самые любимые из царей. Для авторов книги Царей, несомненно, Йошияу самая доминантная фигура. Для авторов книги Хроник скорее нет, чем да, увидим это в дальнейшем. А сейчас я по следам всего того, что мы говорили, открываю новую тему, а на самом деле продолжение старой. Как вы видите, тема вопроса достоверности изображения истории книги Хроник. Если у вас возникли вопросы по поводу предыдущего обсуждения, пожалуйста, задавайте, в любом случае, как бы, я уже сейчас хочу сказать, что возникает, естественно, ощущение, что изображение истории книги Хроник сомнительно с точки зрения его аутентичности. Действительно, еще со времен Спиноза и даже раньше достоверность повествования книги Хроник подвергалась сомнению, и даже у Хроник, в общем, объявляли источником, на которые абсолютно невозможно полагаться, в частности, еще и потому, что он по времени крайне удален от тех событий, которые он описывает. Это была позиция библиистов вплоть до более-менее 20 века, когда был сделан некий поворот в исследованиях таких авторов, как Герхард фон Рад и Мартин Нот, которые предложили в первую очередь рассматривать книгу Хроник не как исторический источник, а как литературный источник. И сквозь призму описания книги Хроник понять ту историческую ситуацию, в рамках которой эта книга создавалась, и которую он пытался интерполировать в каком-то смысле в более древний период, то есть в эпоху первого храма. Я и здесь тоже разделил повествование на царей-иудеи, главным образом царей-иудеи. И я... У нас остается не очень много времени. Один сюжет мы все же сможем трактор просмотреть. В первой книге царей рассказывается о войне, которую вели Аса, или Аса, правильно, сын Абеляма, внук Рахавама, и Бааша, царь Израиля, который фактически совершил первый государственный переворот в Израиле, и сверх династию Яровама сына Неваса. Описывается эта война. Из этой войны, в частности, становится ясно, что позиция Израиля была более сильной, с точки зрения военной и политической, вплоть до того, что Аса был вынужден обратиться за помощью как раз к царю Арама Бен Адара. Так он говорит, «Да будет союз между мной и тобою, как был между Асом и Асом твоим». В более поздние времена союзы заключались между Иудеем и Израилем, а здесь конфликт между Иудеем и Израилем, и царь Иудей даже прибегает к помощи царя Араминского. И действительно, царь Араминский заключает с ним союз, приходит на помощь, и это предрешает исход войны, Баша фактически отступает. Так это рассказывается в книге «Царей». Книга «Хроник» немедленно изменяет всю перспективу. В книге «Царей» по поводу Аса было сказано, что он все время своего царства не находился фактически в ситуации войны с царями Израиля, в частности, с тем же Башем. Что нам говорит автор книги «Хроник»? И воцарился вместо Авеи сына его отца. В дни его было спокойно в стране 10 лет. Прежде всего, нам сообщается, что сначала было хорошо и спокойно. Говорится, что Аса делал доброе и угодное в очах Господа Бога своего. Это в чем-то совпадает, в сущности совпадает с повествованием книги «Царей». О нем дальше начинается новшество. И новшество это, в общем-то, поразительно. Мы можем более подробно обсудить в следующий раз, но, по крайней мере, прочтем сейчас текст, чтобы понять, о чем идет речь. «И построил Аса, города, укрепленные в Иудее». Я читаю 5-й стихи далее. «Ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как дал Господь ему покой. И сказал он Иудеям, построим города эти, и обнесем стеной башни, и породами незапоним. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали его, и он дал нам покой со всех сторон, и стали строить, и им сопутствовала удача». Итак, автор книги «Хроник» рассказывает о строительстве Асы, который делал это во имя Бога, и говорится далее, что у него было все же большое войско, и вдруг на него нападает некий царь, который называется здесь «Зерах Акуши» или «Зерах Эзиоп», с войском, тысячу-тысячи-тремя-стами колесниц, и дошел до Морейши, до одного из иудейских городов. Уже сами по себе цифры заставляют задуматься о том, насколько это реальное описание. Тысяча тысяч исчисляет это войско. «И выступил Аса против него, и приготовились поиска к сражению в долине, и воззвал Аса к Господу Богу, и сказал, «Господи, тебе не помочь бессильным и предсильным, помоги же нам, Господи Боже наш, ибо ты наша опора, и ради имени твоего мы пошли против всего множества, Господи, ты Бог наш, да не удержит тебя человек!» И поразил Господь Кушито перед лицом Асы, перед лицом Иуды, и побежали Кушито, и преследовалось Аса, и народ был с ним до Герара, и паре Кушито не осталось им живых, так как они были поражены перед Господом, перед его войском, и набрали добычу великое множество, и поразили все города вокруг Герара, потому что напал на них страх Господень, и разграбили все города, потому что добычи было многому, так же и пастушеские шатры в Бразилии, угнали много мелкого шкота и верблюдок, и вернулись в Богоцаре. Вся эта история, вся эта история имеется только в книге Хроник, ее нет в книге царей, а потом книга Хроник продолжает более-менее рассказывать то же самое, что мы видели в книге царей, о войне между Ассой и Башей, только война эта, в отличие от книги царей, и происходит не все царствование Ассы, а только лишь 36-й год его царствования, то есть до нескольких лет до конца, и дальше он как бы ведет повествование более легенее в соответствии с книгой царей. Теперь вопрос, которым мы зададимся в начале следующего занятия, состоит в следующем. Что это за странный рассказ о войне с Нерахом? Есть ли у него какие-то исторические основания? Или же этот рассказ придуман от начала до конца? И мы увидим, что есть на этот счет разные мнения в исследовании книги Хроник. И мы прочтем еще несколько такого рода рассказов, тем самым проиллюстрировав исторический подход автора книги Хроник, и попытаемся действительно ответить на вопрос, насколько можно этому поискованию доверять. Здесь мы, собственно, должны завершать, что такое летописи царей Израилевых. Летописи царей Израилевых это некий исторический источник, который упоминается в книге царей, видимо, реально существовавший, и им, собственно, пользовался автор книги Хроник, равно как и летописи царей Израилевых. И для нас он не дошел. В следующий раз мы закончим вот эту тему, тему достоверности повествования книги Хроник, и начнем тему воззаяния книги Хроник, одну из центральных тем, очень важных для понимания Медрошитского подхода этого автора. Еще вопросы, замечания, пожелания. Спасибо вам большое за внимание. Ну что, Натан, по-моему, вопросов не поступает, так что мы, видимо, будем завершать. Да, все отлично. Большое спасибо. До следующих встреч в эфире. Запись будет на странице курса. Как обычно. До встречи через неделю. Всего хорошего. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok